На этом видео я хочу рассказать немножко про порядок чтения Торы, про главы, которые мы читаем до и после Рошашаны, про цикл недельных глав, и в частности про ту главу, которую мы читаем в этом неделе, Китаво. Как известно, есть две грустные главы, где особо подчеркивается упрек, если мы не будем слушаться, проклятие, так сказать, клалот. Это конец книги Воикра и конец книги Дворим фактически, не самый конец, но вот глава Китаво близко к концу. Значит, эти две главы содержат отрывок, который читают тихонько в синагогах, и там говорится, что будет, если мы не будем слушаться. И тому строктасе Мигела говорит нам, что проклятие в главе Бехокотай следует прочесть еще до праздника Шивуот, а проклятие в главе Китаво нужно прочесть до Рошашаны, чтобы закончились проклятия до конца года. И интересно, что Тософот объясняет, что имеется в виду, что нужно их прочесть еще за неделю раньше. В смысле, у нас никогда не читают Китаво прямо перед Рошашаной. И также, кстати, в Шивуот у нас, перед Шивуот, читают следующую главу, Насо, как правило, Бамидбар, как правило, иногда Насо, но, как правило, Бамидбар. В таком случае, не читают проклятие прямо перед праздником. И из-за этого, Гаттософот, у нас разделяют главу Ницавим на две. Ницавим и Вейлех, это две очень маленькие главы, самые короткие главы Торы. Зачем разделили Ницавим на две? Лучше разделить какую-то другую большую главу на две. Говорят, Тософот, это все потому, что мы хотим, чтобы именно перед Рошашаной прочли еще одну главу, чтобы не читать проклятие прямо перед Рошашаной. Поэтому, например, в этом году Рошана на понедельник падает, будет две субботы между Рошашаной и Симхаторой. Будет суббота Шувы после Рошашаны перед Йом-Кипуром. Потом Йом-Кипур будет в среду. И потом будет еще одна суббота, а потом уже в понедельник начнется Суккот. Так вот, получается, что в субботу после Йом-Кипура мы будем читать Хазину. В субботу Шувы, да, в шаббат Шува мы будем читать Ваилех, а перед Рошашаной будем читать Ницавим, чтобы прочесть хотя бы немножко какую-то главу, пусть короткую, перед Рошашаной. Не читать только Китаво, где проклятие. Так вот, в принципе, получается, Ницавим Ваилеха это одна глава, но мы ее разделяем, чтобы хватило еще какой-то главы на субботу после Рошашаной. И Вернинский Гаон объясняет, что 10 глав Книги Дворим, если теперь Ницавим Ваилех считать как одну главу, то всего в Книге Дворим есть 10 глав. Так вот, он говорит, что они соответствуют истории человечества, еврейского народа в 10 столетий 6-го тысячелетия. То есть, например, в год от 5000 до 5100 будет соответствовать тому, что написано в главе Дворим. От 5100 до 5200 тому, что написано в главе Байдханан и так далее. Вот очень интересно, что теория Вернинского Гаона, она как раз в каком-то смысле прошла экзамен истории пока очень хорошо. Ведь как вообще теории подтверждаются? Ну, например, физики, это, конечно, точная наука сравнительно по сравнению с историей. Но, допустим, физики, если какое-то предположение, что вот как-то работает, допустим, сделали гипотезу, что таким-то и таким-то образом работает, например, теория тяготения, скажем. То потом, чем больше узнают о том, как движутся планеты, о том, как что-то еще открывают в движениях, чем больше это будет поддерживаться, тем будет больше свидетельствовать, что действительно теория хорошая, что теорию можно поддержать. Конечно, как оказалось, теория всемирного тяготения имеет небольшие погрешности при определенных обстоятельствах, и поэтому потребовалась теория относительности. В всяком случае, сначала предполагается что-то, и потом, чем больше новой информации выходит, это либо поддерживает, либо опровергает предыдущую теорию. То же самое работает и в неточных науках, например, в истории. Вот было предположено, скажем, что во время Второй мировой войны Сталин готовился ударить по немецким армиям, то есть не только пытался свою страну, так сказать, защитить, а хотел завоевать Европу, так же, как и Гитлер. Оба хотели завоевать Европу. И, может быть, в конечном итоге весь мир, но, по крайней мере, для начала Европу. Просто вопрос в том, что кто первый ударит, что Сталин тоже готовился сделать удар и начать завоевание быстрыми путями со всем, что требуется для этого, скажем, десантников и так далее готовили. Все было приготовлено, чтобы ударить по немцам. Но немцы ударили первыми. И поэтому получилось, что захватили такие огромные территории сначала, и сначала Советский Союз проигрывал войну. Вот эта теория была предположена, и чем больше уходит документов, тем больше они поддерживают эту теорию. То есть со временем мы узнаем все больше про то, что тогда происходило, и все больше и больше становится понятным, что так действительно оно и было. Что очень вероятно, что готовились как раз к войне наступательной. Не просто случайно получилось, что Гитлер вероломно напал на Советский Союз, но Советский Союз не был готов. Советский Союз был готов, но не к такой войне, не к оборонительной. Наоборот, снимали преграды, готовились к тому, чтобы наступить на Германию. У них же теперь была общая граница по Польше шла. До этого в Советский Союз даже не было границ с Германией, но когда они разделили Польшу, то теперь Советский Союз тоже готовились к войне, фактически делал все, чтобы с одной стороны сделать, насколько возможно, неожиданно начать эту войну, с другой стороны, чтобы не мешали никакие укрепления. То есть фактически он сделал свою страну тоже, свои границы более опасными, только для того, чтобы приготовиться наступать. Получилось, что Гитлер его опередил, и они первыми начали наступление. Опять же, это теория пока, но в этой теории есть много подтверждений. Так вот, возвращаясь назад к теории Вильнинского Гаона, он жил больше 200 лет назад. Вопрос, насколько подтверждается его предположение, если мы посмотрим на следующие столетия, на историю последних времен. Совпало или не совпало с недельными главами? На мой взгляд, очень даже совпало. Если посмотреть на главу Китого, главу, которую мы читаем в эту неделю. Во-первых, сам Вильнинский Гаон нашел себя в главе Китой Ц. Он считал, что он подсказан словами Эвен Шлейма. Прекрасный камень, имеется в виду точные гири, что гири должны быть не обманчивые. Если написано килограмм, то не должно быть 950 грамм, например, чтобы продавать людям нечестно. Есть такой стих в Торе Эвен Шлейма. Пусть у тебя будет Эвен Шлейма. Так вот, Эвен, он считает как Алэф Бен, Элияху Бен Шлому. Шлейма и Шлому пишутся одинаково в святом языке. Разница только в гласных, которые не записываются. Эвен Шлейма, Элияху Бен Шлому. Что это его имя? А следующая глава Китого, которую мы читаем в эту неделю, глава, которая заканчивается проклятиями. Сначала там вообще-то еще другие проклятия. Это те проклятия, которые были 12 арурим, 12 проклятий, которые были сказаны у гор Гризима и Валь. Когда наш народ зайдет в землю Израиля, нужно будет произнести 12 проклятий за грехи, которые люди делают секретно. Потому что за открытые грехи и так наказывало общество, суды наказывали, а за скрытые грехи устанавливали такие проклятия. Народ говорит, ламен. Арур, аиш, проклят тот, кто так-то и так-то сделает. Вот эти проклятия у нас в недельной главе, и потом уже упрек с основными проклятиями, если не будем слушаться. Так вот, если посмотреть на то столетие, которое соответствует именно этой главе, то в действительности в это столетие произошла и Первая мировая война. И Советская революция, которая привела, кстати, к смерти огромного количества людей. Я уж не говорю про религиозных евреев, которые отправили в Сибирь и тому подобное. Но надо еще знать, что украинское еврейство, возможно, сотни тысяч людей, а в самом случае, уже не меньше 100 тысяч людей потеряло. Понимаете, по сравнению с этим, Кишиневские погромы, это просто мелочь. Из-за Кишиневского погрома весь мир встал на уши, что при царской власти в России был погром, когда убили несколько десятков человек в Кишиневе. Вот. И об этом знал весь мир. Весь мир полиставал. И евреи тоже выходили на демонстрации против русского правительства, царского. Но по сравнению с этим, то, что происходило, например, во время войны Украины с Россией, вы знаете, что когда Советская Россия, сначала же Гитлер отдал, сначала же, извиняюсь, Ленин отдал большую часть царской России немцам. Потому что шла мировая война в этот момент, когда Советская Роюзия произошла, все еще шла мировая война. И он заключил мир с немцами с условием, что он им отдает и Польшу, и там Украину, большие очень части. А то, что он не мог воевать одновременно и против немцев, и внутри гражданская война шла. Так вот, потом, когда немцы проиграли Первую мировую войну, на Западном промте они же поиграли, то тогда Новый Советский Союз попытался отхватить себе назад Украину. Но украинцы, разумеется, этого не хотели, были националистами. И вот во всей этой заварушке, когда убивали украинцы русских, а русские украинцев, больше всего пострадали, как обычно, евреи. Потому что так как в Советском правительстве вначале было какое-то количество евреев, хотя не большинство, некоторые вообще сегодня все забыли и превращают эту революцию большевистскую в какую-то еврейскую революцию. Там было какое-то количество евреев, они не были большинством, и среди самых важных лидеров, единственный еврей там был Троцкий, никто из самых важных лидеров начала советской власти, никто там какими-то евреями и не пахло, всякие там Дзержинские, ну все, кто действительно реально имел большую власть. Были евреи среднего уровня, которые какую-то власть имели, но только в совокупности с другими. Потом все равно Сталин всех расстрелял. Но, во всяком случае, кроме Троцкого, там таких уж важных евреев не было. Но для украинцев это не важно. Вообще евреи же, в принципе, нация более, как правило, активная, поэтому было очень много евреев после февральской революции, когда было представительство разных партий, когда они пытались какую-то демократию еще построить, то было много евреев в других партиях тоже. Ну и среди большевиков было большее количество евреев, чем процент евреев вообще в России. Просто евреи вообще активны. В Америке тоже, например, и среди демократов, и среди республиканцев в Конгрессе и в Сенате больше процент евреев, чем евреев вообще. Если в Америке всего евреев может 2,5%, скажем, то количество евреев в Сенате и в Конгрессе очень большое. Это и со стороны обоих партий. Так же было и тогда, что было много евреев со стороны разных партий, даже кадетов. Все виды партий имели много евреев, сравнительно много. Но нигде они не были большинством, не было не такого, как еврейская, что евреи захватили полностью или почти полностью власть какой-то партии. Просто в каждой партии было больше евреев, чем всего их процентно отношения. Во всяком случае, для украинцев как бы все вот евреи стали своего рода основным врагом, потому что среди евреев же есть коммунисты, вот есть этот Троцкий, Ненавидимый и другие. И из-за этого убивали своих евреев, украинских евреев, которые в подавляющем большинстве своем были довольно традиционны и совершенно не интересовались коммунизмом. Но очень много кого убили тогда, было что-то жуткое. Просто опять же, это было забыто, как часто бывает, когда было столько проблем и без того, мировая война идет, и советская власть, которая потом еще столько другого вреда принесла, что было почти забыто, что произошло тогда с украинскими евреями в этот период времени. Это были примерно к концу Первой мировой войны и до где-то 20-го года, можно сказать, в этот период времени погибло основное количество украинских евреев, совершенно колоссальное. Ну, я имею в виду, не такое, как время Холокоста, но это уже только Украина, это не весь мир. Вот. Во всяком случае, все эти вещи происходили, они соответствуют главе китого. И также начало Второй мировой войны, вот получается, что Вторая мировая война, она как раз попадает между двумя главами, то есть по теории Вильнинского Гаона, да, так как Вторая мировая война для нас началась в конце, в конце столетия, которое относится еще к главе китого, и потом продолжается в главе Ницавим. Ведь есть общая разница известная между главой Ницавима, между главой китого и главой бихокотай, что в главе бихокотай конец наказаний, конец упрека в том, что евреи раскаются, и Всевышний примет их в виду, их признание грехов. То есть получается, что сама глава заканчивает каким-то, скажем так, каким-то восстановлением. Но вот глава китого уже заметил тому, что там гораздо больше проклятий вообще, но вдобавок, комментаторы заметили, что она не заканчивается восстановлением. Более того, следующая глава Ницавима, там еще продолжение проклятий вначале, с рифа коль арца, да, вся земля сожжена, а потом уже евреи делают шуву, и потом уже восстановление еврейского народа. И комментаторы подчеркивают, что это потому, что долгое время будет изгнание, многие же считают, что две эти главы упрека, они сопротив двух изгнаний, Вавилонского, который не такой длинный, который закончил уже через 70 лет, и изгнание наше сегодняшнее, римское, так сказать, изгнание, которое заканчивается полностью, когда евреи сделают шуву, который гораздо длиннее, неизвестно насколько. Так вот, получается, что глава Ницавима, она продолжение проклятий в каком-то смысле еще, во всяком случае, статуса КВО, что ли, что то, что началось в главе Китаво, продолжение будет в Ницавим, но потом евреи делают шуву и возвращаются назад на свою землю. То есть, если посмотреть, Вторая Мирная война, она действительно, значит, началась, начало наказания было в конце Китаво, а продолжение наказания было в Ницавим, а потом, действительно, евреи в огромном количестве стали собираться, стали делать шуву во всех странах, фактически есть движение балы и шува в наших поколениях, но все еще в главах Ницавима Вейлах. Ну и собирание евреев в земле Израиля, до известной степени тоже, оно фактически началось еще в главе Китаво, действительно, в начале главы Китаво, это как раз парша профермера, который приходит со своими новыми фруктами, урожая, и благодарит Всевышнего за землю, которую Всевышний дал. Да, ведь начинается, собственно, глава со слов Китаво, когда ты придешь на землю, Китаво, аль-Арес. Это может быть движение Хови Цион и другие подобные движения, когда были евреи, которые хотели снова выращивать, работать над землей Израиля, выращивать ее фрукты. Но потом проклятие, а потом ресторация, восстановление, в частности, шува еврейского народа и возвращение назад на нашу землю. То есть, фактически, мы сейчас живем в главах Ницавима Вейлах. Пока что соответствие полное в отношении того, что предсказал Гра. Посмотрим, как будет через меньше, чем 30 лет во время главы Гаазину. 20 с чем-то лет осталось, 21 год осталось фактически до Гаазину. Но вот пока, во всяком случае, соответствует почти полностью тому, что Вильнюсский Гаон предположил, это пока что очень в соответствии точно выглядит. И время наказания основное, и время тшувы нашей, и время возвращения на святую землю. Все очень точно относится к тому, что написано именно в этих главах Торы. Если вам нравится это видео, жмите лайк.